Новогодним утренником в детском саду, в школе, в каком-то молодежном учреждении. Никого сейчас не удивишь, да? А вот те люди, которые в силу разных обстоятельств возраста, судьбы, остались одни, одинокие, они не должны чувствовать в эти праздники, тем более свое одиночество. Вот эта новогодняя акция, которая проходит по всей стране, и в том числе в городе Бресте, под профсоюзным крылом, с добром в каждом дом, она как-то для меня наиболее трогательная, потому что это люди, благодаря которым мы сейчас живем, живем в процветающем городе, в процветающей стране, это те люди, которые не должны чувствовать себя одинокими, тем более вот в такие новогодние замечательные праздники, в рождественские праздники. Мы и дальше будем искать новые формы работы с этими людьми, которые, повторюсь, в силу разных обстоятельств не должны чувствовать свое одиночество, потому что, наверное, одиночество – это самое больное и самое страшное, что может ждать каждого человека в этой жизни. И задача, в том числе и профсоюзов, всеми формами – как-то это одиночество разбавлять каким-то вниманием. Сказано, сделано. Инициативная группа с подарками и Дедом Морозом отправилась в дом, где живет ветеран войны и труда Дмитрий Данилович Маньковский. В свои 98 лет он достаточно крепок духом. Во здоровье бывает подводит, но в разговоре с Александром Рогачаком не жалуется. Больше интересует работа профсоюзов сегодня, ведь в Бресском облсов-профи и сам трудился без малого 40 лет. Профсоюзы – работа хорошая, руководители хорошие были. Работать всегда тяжело, если не хочешь работать. Если хочешь работать, то хорошо. Ничего, отработал, слава богу. Достойно отработали, пользуетесь таким уважением. У меня столько грамот, и профсоюзных, и Верховного Совета, и все. Трудился добрый год. А ваше мнение о сегодняшних профсоюзах? Конечно, активное. Как вам сказать? Все было в своем время. Ну, я считаю, что молодцы сейчас в профсоюзе работают. Орда эта команда идет. Сегодня в уютной квартире Дмитрия Даниловича тихо. Лишь на полках галереи фотографий с внуками и правнуком. Так сложилась жизнь. Я остался с внуками только. Сейчас у меня пять внуков, чем правнуков, и один проправнук. Сколько проправнуков уже? Один. А сколько лет, годиков? Вот полгода родился недавно. Но эту нотку грусти нашего интервью разбавили прекрасные песни в исполнении вокалистов Дома культуры профсоюза, в песне молодости Дмитрия Даниловича. Посидим по-хорошему, пусть виски запорожены на земле, Жили-прожили мы не зря. Посидим по-хорошему, пусть виски запорожены на земле, Жили-прожили мы не зря. Жизнь прожита хорошая, долгая, и еще хочется жизни. Здоровье бы не подводило бы. Ваша жизнь сложилась хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Я не обижаюсь на жизнь. А чего бы еще хотелось бы? Здоровья немножко, чтобы было больше. Сегодня профсоюзы уделяют внимание каждому человеку, который нуждается в этом внимании от мала и до велика. И марафон добрых дел продолжается. Хочу поделиться еще одним проектом, который мы реализуем в эту пятницу в Барамическом районе, в детском учреждении, в городище, в доме-интернате. Детки никогда не видели салют новогодний. И профсоюзы Брещен решили подарить им настоящий новогодний салют. Посмотрим, как это. Ну, естественно, подарки, естественно, культурную программу. Поэтому вот поиск таких интересных форм, незатасканных, шаблонных форм, это вот тоже задача в настоящий момент профсоюзов. Лариса Осмолович, Сдуард Докумович, Юрий Ремонтович. Новости Бреста.